привет в этом выпуске я отвечу на многие вопросы которые стоят мне в комментариях и также на вопросы которые вы оставляли под моим постом в сообществе сегодня поговорим о русских в эстонии об образовании работе недвижимости каких-то фактах обо мне возможно ролик получится длинным поэтому в описании будут тайм-коды по всем вопросам вы можете посмотреть ответы на те вопросы которые вам интересны как говорит один известный блогер у вас мало времени мы это ценим в каких городах вы успели жить больше чем три месяца и в каких городах жили как турист пару дней неделя я большую часть времени из уже почти шестого года в эстонии прожил в таллине я жил несколько месяцев на острове муху вот там города не было мы жили на хуторе также я жил на сарма есть такая древняя сальме мы там работали была командировка когда работал строителем и вот там мы прожили где-то в сумме полтора месяца еще я провел какое-то количество времени но это было разные деревни там условно выезду даже почти две недели я прожил в марту но я не считаю это именно постоянным местом жительством я считаю что больше времени именно я прожил в таллине все остальное это был скорее такой интересный экспириенс не разочаровала ли эстония и нет ли желания поменять страну короткий ответ нет мне здесь очень комфортно если более развернуто да есть страны более богатые есть страны более бедные но наверное стоит жить там где тебе комфортно какому месту тебе лежит душа и мне нравится здесь мне нравится в эстонии и я хочу больше путешествовать больше ездить больше снимать вам также буду показывать но я не видел ни одной страны в которой мне было бы комфортнее чем в эстонии юлиус здравствуйте а как в эстонии относятся к русским вы же там много с русскоязычными общаетесь да давайте разобьем вопрос на несколько частей да я общаюсь много с русскоязычными и наверное меньше с эстоноязычными правда когда стал путешествовать в моем круге общения наверное людей стало примерно поровну при этом все равно среди русскоязычных у меня наверное самое большое количество друзей и единственные конфликты которые у меня происходили в эстонии будто там даже национальной почве в воду языка не подходили у меня именно внутри русскоязычной общины как бы странно это не казалось по поводу отношений между общинами если мое субъективное мнение то я говорю то есть я не сталкивался с вопросами языковыми или с вопросами национальности никогда то есть никогда у меня не возникал на этом по этому поводу конфликтов с эстонцами при этом я возникали такие конфликты среди русскоязычной общины я подозреваю за счет того что я вначале больше именно крутился вертелся общался именно среди русскоязычных естественно потому что это проще и легче не настолько хорошо знал эстонский и до сих пор мой уровень эстонского не настолько хорош чтобы им можно было гордиться или о нем можно было говорить дальше про отношения других людей именно как наверно другие люди воспринимают это очень разное мнение потому что русскоязычная община в эстонии она не едина она состоит из множества скажем так групп людей есть множество исследований но я придерживаю скорее мнение что есть люди которые достаточно хорошо интегрированные в эстонское общество которых иногда зачастую ты не можешь понять как бы это русский он или эстонист потому что это сплошные билингвы есть люди которые очень плохо интегрированы в сообщества которые даже зачастую допустим не знают эстонского языка есть конечно и объективные причины часть людей достаточно преклонного возраста часть людей то ли ты ребенка смущаем она не знала можно ли приходить вот часть людей преклонного возраста они не учили язык не знали его как бы не приходилось плюс есть регионы где на эстонском мало общаются допустим мне сложно представить такое общение на эстонском языке в норве к примеру когда большинство русскоязычные тебе действительно сложно даже вот в таллине если есть места там знают а властными а где очень много русскоязычных и ты редко слышишь эстонскую речь и всегда когда ты учишь язык нужно чтобы окружение было поэтому части этих людей можно понять есть люди кто находится где-то посередине они вроде бы интегрировались они знают язык или на контур не знают язык но не так активно общаются с эстонцами все но жуткие то параллельных мирах есть новая четвертая группа это скорее приезжающие люди которые эмигрировали в эстонию там с 15 16 года это новое сообщество людей это экономические мигранты это политические мигранты очень много людей с украины и зачастую русскоязычные которые живут здесь уже давно они конфликтуют с русскоязычными которые недавно приехали потому что зачастую не совершенно противоположные взгляды и естественно каждый из этих людей высказал свое субъективное мнение о том как на самом деле здесь относится к русскоязычным к насколько здесь им комфортно жить я могу говорить только за себя и наверное за самый вот близкий мой круг к общению за оператора никаких проблем нету и здесь даже вопрос не столько в знании языка знание языка да правильно сколько в твоем личном отношении то есть я абсолютно открыт у меня нет никаких предупреждений там расовых возрастных половых и так далее поэтому также мир также эстония отвечает мне также люди спокойно относятся независимости от того какой этом национальности коме гражданство или на каком языке я говорю какие на твой взгляд наиболее комфортные города для жизни в эстонии не беря в расчет возможно заработка наличие рабочих мест спасибо так машинка поедет и этот наверно один из наиболее сложных вопросов потому что города 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 я жил в таллине в остальных городах я не жил я был больше туристом но я подозреваю что это города с населением там в 10 в 14 тысяч человек это там условные раковые хапсалу виленди это города которые мне нравится внешне и отчасти комфорт складывается того как выглядит горд потому что мы постоянно контактируем с городом мы контактируем с домами с общественными пространствами и наше ощущение восприятие города зачастую зависит от того что в этом городе нас окружает и это очень важно и комфортно но при этом наверное небольшие города лучших хуторов тем что условно вот ребенка удобнее водить вот школу через два квартала до условно удобнее в магазин сходить вот в один либо если не хочешь там проехал километр на автобусе сходил в другой чем когда ты на хуторе и тебе необходимо 40 километров добираться до ближайшей школы к примеру в этом плане это удобнее в то же время это небольшой таллинн до таллинн для меня большой город он достаточно шумный но при этом это наверно мой самый любимый город в эстонии несмотря на то что я из него уехал жить в пригород здесь я наверное объединю два вопроса какова цена аренды жилья в саку и чем отличается цена жизни в таллине от жизни в саку для тех кто не знает я недавно переехал из сталина в пригород в саку это получается 9 километров от границы талина буквально на таллинской кольцевой дороге и ничем не отличается по цене все то же самое причем жилье в плане аренды в саку или фоне покупки стоит чуть дороже чем в таллиннских спальниках но чуть дешевле условного центра города или каких-нибудь пестижных популярных районов там в перита вимси либо в как уме наверное это будет в догонку к этому вопросу который уже был цены на недвигу на новом месте жительства до стоимость жизни как и в саку такая же как в таллине но в саку допустим недвижимость дороже чем в спальных районах таллина но дешевле чем там условно в центре таллина но при этом есть новые микрорайоны которые строятся и там цены за квадратный метр там от двух тысяч и средняя цена по 2 с половиной тысячи а в таллине сейчас средняя цена 2 с половиной тысячи если не ошибаюсь за квадратный метр ну и сейчас на то среднее по больнице то есть условно можно купить квартиру в пятиэтажке там за полторы за 1600 и можно купить там в новострой за 4000 так и выходит средний метр особенно когда есть сделки там какие-нибудь в таллине за 3 миллиона продуктом квартиру либо дом естественно это тянет цену вверх но тренд очевиден недвижимость дорожает кем интересуется по поводу миграции например на ком языке обращаться к людям когда приезжаешь в эстонию можно попробовать на русском в основном если это таллинн крупный город то большинство понимает постараются помочь если не понимают можно спокойно переходить на английский если ты пишешь как турист или первоначально только приехал как эмигрант то базово тебя поймут в дальнейшем уже лучше приходить на эстонский но у меня есть знакомые кто приезжали по работе работает о международных компаниях и они просто отлично знают английский и они спокойно с эстонцами общаются на английском и никаких проблем у них не возникает дальше на что стоит обратить внимание при съеме квартиры первоначально когда-то первая квартира на то чтобы контракт был официальным чтобы можно было зарегистрироваться по месту жительства и оттуда сделать себе банковский счет пойти к семейному врачу чтобы было какой адрес указать чтобы получить документы ну и скорее всего наверно нужно ориентироваться на количество денег если переезжаете денег мало нужно взять квартиру подешевле но это наверное очевидно и как у вас оплачивается коммуналка зависит от того ваша квартира это или не ваш вот когда я снимаю квартиру в основном практически все кто мне сдавал квартиру вот сейчас дом то они сразу прислать готовый счет в который включено все то есть там условно коммуналка плюс свет плюс аренда плюс все сверху ки есть расходы то есть абсолютно все в одном счете и отлично легко на самом деле очень хорошо и удобно в этом плане снимать недвижимость через фирму это сразу снимает множество проблем если у вас что-то сломалось фирма моментально ремонтируют там условно у вас сломалась райная машина вам купят новую а в том случае если это частник создает квартиру то здесь иногда вам необходимо повоевать это если коротко также и насколько я помню в telegram ты мне прислал целый большой проект для ролика очень интересная тема и вот когда я буду записывать эту тему ролик там будет более подробно расписано так что да скорее всего будет такой небольшой ролик инструкция для тех кто переезжает в эстонию какие-то такие базовые вещи которые для меня тоже кажется базовыми но их часто спрашивают я попытаюсь это объединить в один такой вот большой выпуск сколько надо работать чтобы купить 13 айфон потрясающий вопрос средняя зарплата в таллине чистыми нет чуть больше 1200 евро так что наверное примерно месяц вот кстати пугает холод ветер и depression view зимой насколько это реальная проблема как вы с этим справляетесь с холодом я теплее девайс я не люблю жару вот и обычно если это можно носить кофту то для меня это прекрасно навряд ли меня кто-то поймет большинство меня не поймет ну ладно по поводу ветра ветер действительно проблема но если вы живете близко близко к морю прям вот у побережья условно в таллине если вы отъезжаете хотя бы километров на 20 то ветра это уже не такая большая проблема но в таллине ветер да то есть ты даже если упадешь мне кажется лицом в лужу оттуда будет дуть ветер это а depression view ну я не знаю где depression view вот осень вполне прекрасно красиво зимой снег летом зелено в принципе я люблю спокойствие тишину поэтому мне в эстонии очень комфортно не знаю я не справляюсь с вот этими проблемами и для меня скорее не такие большие проблемы ну не считая ветра вот во время съемок пакиса интересует вопрос труден ли был эстонский язык особенно для человека который никогда не говорившего на нем либо на любом родственном вроде финского например финском да мы эстонский язык трудно это наверное самый трудный язык из тех которых я когда-либо учил но когда ты живешь в эстонии то здесь окружает среда то есть условно здесь газеты на эстонском вывески на эстонском люди говорят на эстонском и среда те помогает учить язык то есть понимаю язык и я гораздо лучше чем я говорю на нем и так было практически все время так что ну на вопрос до эстонский язык сложный язык и я понятия не имею что за бункер у меня за спиной если кто-то из тайны из коломая вот здесь за сауной в коломая вот 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 что это я здесь мои полномочия все также интересуют отношения эстонцев к иностранцам которые учат эстонский язык отношение крайне позитивное но это скорее в любой стране если вы иностранец вы приехали и учите язык этой страны и начинаете говорить на нем то наоборот вас поддерживают хотя когда я еще не знал язык но уже путешествовал по эстонии никаких проблем у меня не возникало я грел на английском либо грел на русском камень и понимали переходил на английский и какие проблемы да кстати вот там на заднем плане стоит самокат оператор его оставил и чья-то коляска и я понятия кстати не имею я в кадре для понятия не имею чья это коляска там вот видео мать гуляла с ребенком она кого-то ушла с ребенком коляску просто оставила там дальше лежит рюкзак и мы здесь по всему скверу ходим как бы вещи лежат и никому особенно не нужны это про про безопасность вот кстати вопрос вопрос насколько безопасно жить в частном доме также безопасно как жить в пятиэтажке на пятом этаже то есть в эстонии вообще как обычно когда местных приезжаешь небольшой город спрашиваешь каково жить в этом месте в необычном турбале на что начать безопасно вот вот безопасно вот про это же вот просто коляска там вещи сумка безопасно и к этому можно добавить следующий вопрос могут ли в эстонии возникнут такие условия что ты скажешь себе надо уезжать или такого не может быть теоретически всегда могут возникнуть условия когда необходимо будет уезжать то есть в любой стране может настать момент когда там не знаю будет что-то угрожать твоей семье твоим близким и любой адекватный человек попытаясь их защитить увезет их из страны и попытается переехать куда-либо это нормальное человеческое отношение там не знаю к близким а так если реально смотреть на вещи я не вижу никаких предпосыл и никаких причин для того чтобы уезжать из эстонии есть страны с лучшим уровнем жизни есть страны с худшим уровнем жизни но в эстонии мне комфортно и зачастую самое главное это свой личный комфорт вот то что рыба ищет где глубже человек ищет где лучше вопросики кстати вопроса вы накидали мне очень много не знаю насколько это будет длинновиден и реально 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 много так хочется больше узнать о вас как о личности расскажите о своей работе быть и так далее будет небольшой спойлер в конце октября или в первых числах ноября я не помню когда выпадает пятница или суббота будет ролик о моей обычной неделе в эстонии будет 7 небольших зарисовок семь дней 7 скетчей и я расскажу о своей жизни о своей там доме квартире о своих покупках походах и прочим посмотрим насколько вам понравится такой формат обычного влога сколько стоят штрафы за нарушение правил дорожного движения про все штрафы не знаю я могу сказать про свои за парковку за неправильную парковку меня было 20 евро штраф я оставил здесь в коломая на обочине машину а во вторник по моему нельзя стоять машину с 9 до 12 то что убирает улицу я оставлял в понедельник во вторник решил забрать я опоздал буквально 10 минут я думал ничего страшного ну подумаешь 10 минут но за 10 минут не уже успели его ставить штраф вот за парковку меня было 20 евро за проезд на красный свет 40 евро это был самый первый штраф до этого была чистая абсолютно история никаких штрафов поэтому 40 евро ты оплачиваешь буквально ну то есть я подел буквально в машине я просто телефон оплатил и даже записи в регистре не было и еще у меня был штраф 9 евро за превышение скорости я попал на камеру в городе я превысил на три километра и за каждый километр брали по 3 евро но это скорее всего минимальная ставка потому что было небольшое превышение насколько я знаю за городом чем на большее количество ты превышаешь там есть какая-то градация по оплате штрафа то есть там могут назначить больший штраф у тебя могут отобрать права те могут закрыть на 15 суток научим зависит того сколько ты превышаешь но вот у меня по штрафам вот такая вещь то есть условно 20 40 и 9 это то что я лично заработал здесь целая стена текста но я читал вопрос раньше это про взаимоотношения между эстонией и финляндией в контексте тайной хельсинки если такой единый город толстинки ну то есть насколько тесно сотрудничество между нашими городами вот как обыватель скажу что особенно это сотрудничество не чувствуется нет такого что это один город или такого что вот эстонцы просто вот попить кофе через залив финляндию это занимает время это терминал вам нужно погрузиться на паром а потом с парома выйти добраться до центра поэтому если кто-то планирует поехать именно отдохнуть в хельсинки то люди ездят отдыхать в ригу потому что в ригу ехать там условно четыре часа и с посадками выгрузками может занять паромом столько же времени ну либо чуть меньше но это несущественно каких-то программ которые прямо бы нас объединяли нету сейчас идет конечно речь там об единопроездном объединенной туристической системе но этого нет есть конечно сотрудничество на уровне министерств на уровне мэрии там условно недавно открыли базу базу владельцев автомобилей для хельсинки потому что очень многие местные едут туда оставляют машине положенных местах потом они плачут штрафы но такого прямо единого города как условно там волга волка можете мой ролик посмотреть кстати про рекламирую свой ролик вот здесь вот будет ссылочка . вот в описании то вот такого нет вот а так в принципе очень много людей ездит работать в хельсинки либо за пределы хельсинки в финляндию поэтому очень много эстонцев постоянно путешествует через пролив да вопрос звучит так как одеваются в эстонии где покупают одежду наверное так же как и везде есть магазины одежды есть торговые центры если вопрос был в каких-то особенностях то скажу что сейчас очень модно и популярно в северной европе естественно и у нас это модный и популярный тренд это использование авторичность пользу вещей у нас очень много магазинов хумана барахолок это такой вот секонд-хенд всем известное явление там не знаю там 90 в нулевые особенно странах снг но сейчас так одеваются не только бедные люди но и просто обычные люди кто хотят там не знаю стильно одеться но в то же время беспокоиться об окружающей среде об рациональном использовании ресурсов и понимают что можно условно взять и вторично использовать те же самые джинсы какую-нибудь старую кофту чем покупать новую вещь и тем самым просто увеличивать количество мусора и количество ресурсов которые мы потребляем видели ли вы на канале лива рамова его новый двух с половиной часовой ролик про эстонию советует ли это длинный ролик смотреть субъективно не стоит потому что во первых это два с половиной часа времени его можно подать на что-то лучше чем достаточно на мой взгляд поверхностный обзор эстонии это лучше чем ничего но если вы снимаете документалистику это скорее вот вопрос к варламу да то есть вы снимаете документалистику так снимайте качественную документалистику они поверхностный обзор это был бы хороший обзор наверное если бы я его снял как любитель но для профессионала с командой это фейл с подбором спикеров то есть вы подбираете просто сторонних людей в то же время у вас есть возможность поговорить с бывшим президентом эстонии и вы избегаете этой встречи вы условно показываете таллинн на арву там сила мяя и по моему вивикона но в время не показываете условно там тарту пярну хапсалу или острова то есть тема именно эстонии не раскрыта опять поняты обычные вопросы которые как везде показывают все что мы знаем про эстонию то таллинн и что знает еще русскоязычный зритель это ида вирума восток эстонии где живет много русскоязычных то есть это опять обзор не эстония просто обычная популярная тема не знаю для меня это очень поверхностный обзор и но если честно я выключил минуте на 20 потом просто по главам пробежался не советую ты сама не согласен я понимаю ну блин я не был бы это получится в уроке сказал бы да посмотрите в два с половиной часа было несколько вопросов по теме вакцинации по этой теме я лучше оставлю ссылку на сайт крис . я там вся официальная информация причем информация постоянно обновляется учитывая какое количество новостей изменений происходит то наверно самый адекватный смотреть информацию там потому что то что я скажу сейчас вечером может выйти новое постановление правительства и информация будет устаревший поэтому если интересно эта тематика там 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 есть все и по вопросам въезда в эстонию и по вопросам работы с вакцинации по вопросам там добровольного принудительного все есть по этой ссылке здравствуйте юлиус расскажите пожалуйста про высшее образование в эстонии многие ли эстонцы стремятся его получить какова репутация эстонских вузов европе приезжают ли европейцы учиться в эстонию поговорим мы скорее про тартуский вуз тату или коль естественно в городе тарту это один из лучших вузов в восточной европе и он в рейтинге по моему между 150 170 местом среди всех вузов мире я точную цифру выведу посмотрим наверно обновилась за 2021 год уже или хотя бы за 2020 студентов из западной европы немного но они есть больше приезжают учиться студенты из стран снг есть студенты из африки есть студенты из индии субъективным ощущением мне кажется среди большей части моих знакомых большая часть моих знакомых не стремится именно к получению высшего образования нету какого-то фетиша как ты обязательно должен иметь корочка в высшем образовании чтобы устроиться куда-то на работу даже если это условно колл-центр спрашивает если у вас высшее образование неважно какое нужно корочка здесь такого нету и по большей части учиться на образование по которому хотят работать по крайней мере субъективная вот так вот заметил какой менталитет эстонцев как они ведут себя в обществе в повседневной жизни чтобы ответить на этот вопрос сделаю небольшую отсылку я сам по себе человек достаточно закрытый и человек который предпочитает уединение хоть и очень любит поболтать но скорее с каким-то определенным своим кругом людей поэтому я никогда не был настолько прям открытым чтобы почувствовать сильную разницу скажем так между открытостью людей условно в южных странах и закрытостью в северных я могу только одно что здесь люди более спокойные более тихие и не скажу что они менее дружелюбные они такие же дружелюбные как и все остальные когда вы просто их побольше узнаете когда вы уже как-то знакомы а так очень комфортно здесь здесь просто тише и спокойнее безопаснее вот ну а так дети как дети дети шумят играются бегают вот то что я некоторых роликах даже говорят что типа вот в эстонии там стены страны там финляндии в швеции даже дети тише да ничего подобного дети как дети влад только спрашивает 4 вопроса некоторые из них совсем не по теме канала здесь большой текст но он просит услышать те моменты которые мне показаны более важными в этих сферах первое про законы в ес и локальные в эстонии и конфликты из-за тех законов которые не поддерживаются эстонцами но требуются к исполнению и за нахождение в европейском союзе основная масса жителей и населения эстонии поддерживают практически все тенденции тренды в европейском союзе есть правда консервативное меньшинство которые не поддерживают в основном это касается наиболее таких нашумевших вопросов это закон о массажительстве вопросы однополых браков и вопросы зеленого перехода это такие наиболее яркие темы и сейчас они под выбор очень хорошо легли консерватором у них выросла поддержка в обществе или по крайней мере на этих выборах у них выросла поддержка и из ваших вопросов влад я еще скажу про хейт спич и свободу слова в эстонии это очень обширная тема на есть к примеру у дани в када на канале ссылку я оставлю в описании где-то здесь наверху будет подсказка на его видео там 40 минут с разбором этой тематике просто отличный обзор советую посмотреть и это будет лучше чем там условные два моих предложения также у вас здесь был вопрос по русским школам в эстонии про образование в эстонии у меня будет отдельный ролик где затрону эту тематику и банал она очень обширно какова судьба бывших советских военных объектов может как-то используется как писали сегодня пару роликов уже было но не заброшенный какая программа развития островов из такого есть спасибо удачи спасибо по поводу программы развития островов я не видел никакой особенной программы именно как такое вот не знаю стройки века или государственной программы именно что вот мы должны поднимать острова я могу ошибаться но я подозреваю что это просто очередной обыкновенный уезд в эстонии который имеет свою программу развития никого особенного акцента что от острова не делается если ошибаюсь поправьте меня буду рад узнать информацию по крайней мере мне не попадалось по поводу военных объектов в советские времена здесь располагалось большее количество войск чем сейчас поэтому все старые советские объекты условно можно разделить на три типа первое это заброшенные военные объекты по той причине что их слишком много они не используются некоторые из них я снимал вот к примеру база хара в то же время часть из них сейчас приходит в частные руки проходит процесс приватизации тоже военная база хара теперь это будет музей причал для частных лодок яхту яхт клуб и насколько я понимаю там сейчас строится дома для отдыха на природе потому что виды там очень красивые и 3 тип советских старых военных объектов это военные базы которые сейчас используются нашими вооруженными силами и нашими союзниками по альянсу в нато это к примеру базов тапа это в баре военный аэродром в эмаре и эти объекты восстановлены перестроены под современные нужды и сейчас там расположены наши войска и как я сказал войска союзников но часть объектов до разрушена увы их слишком много и не все не являются уникальными архитектурными строениями которыми стоит сохранять как и опять уже говорю тут военная база хара это одна из немногих в мире вас где размагничились корабли поэтому очень классно что теперь там музей привет вот вопросик собираешься ли ты поехать еще на какой-то остров в эстонии поехать я не собираюсь я собираюсь полететь один из островов в эстонии она какой ну узнаете в одном из видео когда же юлиус посетить латвию по-настоящему то шаг в латвию шаг обратно и уже эстония это отсылка к ролику про валга в латвии я собирался у меня даже есть список городов которые хочу поснимать но как-то руки не доходили то была пандемия сейчас вроде осень я зимой думаю может сниму один из городов но хочу поехать в хорошую погоду действительно насладиться и да про латвию ролики будут обещал сделаю кттс как только так сразу было бы интересно посмотреть выпуск про эстонские маяки планируется ли он в обозримом будущем мне сложно сказать будет ли выпуск именно про маяки то есть по всей эстонии это понимает достаточно обширное путешествие я не исключаю что у меня будет достаточно большие выпуски про сарама должен быть выпуск про муху и я все еще планирую еще другие острова поездить и делать более обширные выпуски по каким-то регионам и в контексте этого естественно будут маяки но вот чтобы были маяки на всей эстонии это это вряд ли не исключаю такой возможности но вот в ближайших планах этого нету юлиус приглашаем в литву с вашим свежим незамыльным взглядом это не совсем вопрос но спасибо и литва и латвия то планы на ближайшее время только необходим отпуск и тогда мы снимем что-нибудь про ваши страны просто в основном даже это не вопрос а просто пожелание о том чтобы увидеть некоторые города то есть там условно кто-то хочет вилландии есть еще про тюри про вярска правы ру ролики будут города будут вопрос исключительно в моем времени я стараюсь месяц сделать хотя бы два путешествия что-то снимать но городов много а я один плюс еще люди хотят латвию и так далее вот но в принципе да у меня есть в планах и острова и вилландии все города как много времени в неделю возьмет чтобы сделать один влог сколько часов возьмет монтаж какие программы используйте какое оборудование не мешает ли это основной работе съемки этого выпуска это обычно целый день то есть вот сегодня если снимаете этот выпуск то мы снимаем его там час 3 4 я читаю вопросы меняем локацию уходим то есть в принципе день идет на это на монтаж уйдет где-то 23 вечера сегодняшний еще наверное где-то два дня либо это был бы целый день то есть вот я с утра проснулся занялся монтажом там позавтракал пообедал поужинал все остальное время монтаж тогда получается ролик возможно профессионал это делать быстрее у меня занимает достаточно много времени так что каждый выпуск это примерно два дня работы именно полноценных рабочих дня это трудозатратно мешает ли это работе не всегда благодаря плавающему графику возможности смениться я могу среди недели выезжать снимать и выкладывать я постараюсь выкладывать каждую неделю в пятницу и в субботу по одному выпуску а вопросы для следующего выпуска вы можете оставлять в комментариях под этим видео следующий выпуск будет уже зимой в декабре и спасибо вам за активность ваши вопросы делают этот формат лучше робинсон